Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 24 сентября, Федорин день, назван в честь преподобной матери нашей Феодоры. Она поверила врагу, дьяволу, тайно внушавшему, будто грех, сотворенный во тьме, не будет узнан Богом. Но когда она уразумела, что перед Богом ничто не может утаиться, великое покаяние проявила тогда она. Переодевшись в мужское платье и поступив в мужской монастырь, она назвалась Федором, прилежно исполняла различные послушания, достигла большой святости и стала творить удивительные чудеса. В этот день крестьяне отправлялись с поля, чтобы посмотреть, хорошо ли сходят озимые, тем более, что святую Феодору в народе считали покровительницей озимых. В этот день окончательно прощались с летом, наступали по-настоящему холодные дни. Начинались затяжные дожди, по утрам были заморски. К этому времени крестьяне старались закончить все работы, убирали последний лук, уносили улей с пчелами на зимовку. Собирать дары для священника, который служил в деревне, помогали матушке, то есть жене священника, прибраться в доме, готовить запасы на зиму. Называли этот обычай осенницы. На стол сегодня подавали блюда из капусты, щи, голубцы, пироги. Мужики варили пиво, выдерживали его в специальных глиняных кувшинах, корчагах. Примет. Если сегодня пчелы вновь стали летать, осень будет сухой и продолжительной. На Феодору нельзя начинать никаких дел. Нет, напиток получился кисло-сладкий, умеренный во всех отношениях, ничего добавлять не надо. Ах! Великолепно! Наш завтрак можно плавно перевести в ужин. Для этого мы можем с вами все это сохранить. Переливаем в баночку, накрываем крышечкой и ставим в холодильник. Итак, у нас с вами получился целебный завтрак. Один из вариантов целебного завтрака с клюквой. Значит, что он дает? Многие из нас жалуются на то, что у нас не хватает жизненных сил, особенно начало весны, середина весны, зелени нету, а витаминоз и т.д. и т.п. Где брать витамины? Встает вопрос. И причем не какие-то там витамины аптечные, а полноценные. Пожалуйста, вот оно, проросшее зерно. Полная витамина группы В. Которые ведут все процессы в нашем организме. Оздоровительные. Витамин А есть? Есть. Витамин Е, который дает потенцию мужчинам, женщинам, позволяет вынашивать здоровое потомство без всяких последствий. Там, знаете, сохранение или еще. Вот что нам сохраняет. Представьте себе, плод нуждается в жизни. Где ее взять? Из мамонного организма? Нет. Вот отсюда все пойдет. И такой ребеночек будет. Хо, одно загляденье. Далее. Опять-таки, если возвращаясь к женщинам, которые кормят, которые вынашивают деток, ногти, волосы, кожа от беременности, от грудного вскармливания у нас портится. Вернее, у них портится. Почему? Потому что все отдается через молоко нашим любимым деткам. А мамам, нашим красотулечкам, не хватает. Пожалуйста, творожок кушаем, зубки будут целые, кожа красивая, волосики блестящие. И все это в нашем завтраке, который вкусно и хорошо идет. Потому что так творог, многие не любят говорить, ой, он кислый, он неприятен, но там застреет во рту. В нашем этом целебном варианте завтрака он идет великолепно. 25-е лунные сутки. Энергетика этих лунных суток после мощного выплеска предыдущего слаба. Соответственно, и человек чувствует себя опустошенным, склонным к уединению и пассивному созерцанию. И это правильно. Надо накопить энергию, а для этого никуда не спешите, отдыхайте. День подходит для водных, расслабляющих и восстанавливающих процедур. Хорошо покопаться в своем сознании и очистить его от негативных мыслей и настроений. Причем подойдите к этому процессу с философским уклоном. А для этого помедитируйте, порассуждайте о смысле жизни. Найдите опору. Что касается физической нагрузки, то неспешные прогулки подходят лучше всего. И желательно сделать это на природе. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов ПРО. Доброго здоровья и до новых встреч!